Главное музыкальное событие лета стартовало во Владивостоке. Фестиваль Verox появился еще в 2014 году, и это стало началом культурной и музыкальной реформации приморской столицы. Никогда прежде город не видел столько разноплановых музыкантов и коллективов, как по части географии, так и жанровой составляющей. Verox стал первым и пока единственным шоу-кейс-фестивалем в Приморье, открытым для зарубежных творцов и местных коллективов. Несколько дней подряд вот сток местного разлива радовал горожан и туристов яркой программой для 63 дня к ряду. В лучшие годы Verox открывал сразу три сцены в самом центре города, и это не считая выступления артистов в клубах и барах. Тогда конец августа во Владивостоке становился не только теплым, но и шумным. К сожалению, ничто не длится вечно. Уже в 2017 году вокруг фестиваля витала аура неопределенности. Вместо трех сцен поставили одну, количество коллективов сократили. Стали поговаривать о том, что Verox приказал долго жить. Годом позже он ожидаемо исчез из культурной повестки. В 2019 Verox возвращается. Теперь с подзаголовком «Экспо». Но остался ли он прежним? Формат, собственно, все тот же самый. Как начинали поставить Владивосток на международную музыкальную карту, собственно, поставили. Вот теперь пытаемся развивать, чтобы он действительно не только мигал, а сиял. Виден был из космоса. Раньше про Verox снимали целые фильмы. Сегодня фестиваль стал камерным, а формат приземленнее. Да, Verox Expo – это все еще попытка привлечь артиста и устроить шоу по-владивостокски. Только теперь без трехдневных гуляний с ценных сцене. Без атмосферы, всеобщего праздника и вовлеченности каждого, даже случайного прохожего, никогда прежде не бывавшего на рок-концерте. Вместо этого фестиваль активнее сотрудничает с клубными и барными площадками. К слову, одной из них – баром «Муми Тролль» владеет отец и создатель жоу-кейса. Илья Логутенко попытался, как мог, объяснить причины такой смены ориентиров фестиваля. Нужно признаться, что из-за того, что фестиваль у нас абсолютно не коммерческий, мы не можем рассчитывать на какие-то там продажи, привлекать крупные имена, поэтому мы рассчитываем только на свой собственный вкус и на свои собственные какие-то связи в мире музыки и искусства по всему миру. И вот буквально для того, что с каждым из артистов чуть ли приходится не лично разговаривать. Впрочем, следует отдать должное оргкомитету фестиваля. В отсутствие гигантских бюджетов они сумели разнообразить начинку Верокса. Выставки, художественные ивенты, гастрономические вечера и даже спортивные мероприятия. Все это ждет гостей фестиваля и всех, кто предпочитает активный отдых. Ну вот какие есть возможности. Соответственно, это и делаем. Единственное, что за последние несколько лет стало понятно, что не музыка единая. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности, которые не только объединяют людей, но и остаются после фестиваля. Некоторые из таких событий уже состоялись. Так, целая делегация иностранных и российских художников в жанре стрит-арт оставила свой монументальный след в культурном облике города. Сквер городов-побратимов пи-стрит изображениями амурского тигра, корня женьшеня и даже пилигрима Дерсу-Узала. А на торце здания бара Моми-Троль красуется гигантское граффити мусорного кита. Последнего арестовали французы. Остальное – совместное творчество голландцев, индусов и наших земляков. Но за эти годы мы поняли, что есть достаточное количество именно молодых людей, которые находят для себя вдохновение в этих трех днях фестиваля. И это до сих пор считается точкой притяжения для музыкантов, не побоюсь сказать, со всего мира. За целый год без фестиваля Верокс приморская столица успела соскучиться по музыке. Фестиваль вернулся, пусть и не такой масштабный и чуть менее международный, но все же он сможет порадовать, а где-то даже удивить жителей и гостей Владивостока. С 21 по 23 июня площадки шоу-кейса открыты для всех, кто прошел онлайн-регистрацию. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.